Чтобы понять, почему биткоин и другая криптовалюта стоят денег, от чего зависят колебания курса и как на этом заработать, нужно понимать, что такое биткоин, что такое вообще криптовалюта в целом. Как раз таки в этом видеоролике я и расскажу простыми словами об этой теме. Обыватель представляет себе биткоин как некую какую-то цифровую монетку, которая стоит много денег, непонятно почему. Сейчас я попытаюсь объяснить, что стоит за биткоином, а потом мы сделаем вывод, почему он вообще стоит денег. Представьте себе ваш банковский счет на телефоне. Вот вы открываете его и у вас там написано 299 тысяч рублей, например. И вы берете в два клика, эти деньги отправляете своему другу, они доходят до него моментально. Что произошло? Вы фактически отправили деньги, не имея их физически, и отправили их электронно, то есть фактически это электронные деньги. Биткоин это те же самые электронные деньги, только есть здесь одно большое но. В первом случае вы отправили их через банк, в котором эти деньги хранятся. Хранятся они в рублях. Биткоин не хранится ни в каком банке. Биткоин просто существует, он хранится в сети, он хранится в интернете, а если быть точнее, то в блокчейне. Блокчейн, что это такое? Это такое мега-приложение, можно сказать. Это такой, как большой интернет, который заменяет вам банк. Как оно работает? У вас есть компьютер, или телефон даже, может быть, сейчас на телефонах много памяти. И вы на этот телефон или на этот компьютер скачиваете специальное приложение, которое весит очень много. Оно весит, я даже не знаю, никогда не скачивал, никогда криптовалюту на компьютере не хранил, но, по-моему, он то ли 50 гигабайт весит, то ли вообще 150 гигабайт весит. Оно очень много, в общем-то. И это приложение вы можете использовать, во-первых, для того, чтобы криптовалюту хранить у себя, биткоин принимать. Это ваш как банковский, ну как банковское приложение. А во-вторых, почему оно весит так много? Потому что в приложении в этом записывается вся история вообще всех транзакций. И если, допустим, у вас есть 290 тысяч рублей на банковском счету, и никто об этом не знает, кроме владельцев банка, то то, что у вас лежит, допустим, один биткоин на кошельке, будут знать все абсолютно, у кого есть это приложение. И даже больше, я вам скажу. Вот у меня blockchain.com сайт открыт. Здесь можно посмотреть, не имея этого приложения, все переводы, все транзакции. Так вот, любой человек может посмотреть, сколько у вас лежит денег, сколько у вас лежит биткоинов, если он будет знать, какой кошелек ваш. То есть в данном случае мы можем посмотреть. Давайте я покажу, как выглядит кошелек, именно номер кошелька. А выглядит он следующим образом. Вот, обратите внимание, вот такой набор букв, цифр, вот оно. И вот такой QR-код, это номер кошелька чьего-то, непонятно чего. И отправляя биткоин, допустим, вот на такой кошелек через электронное приложение, фактически у вас списываются биткоины, у человека эти биткоины прибавляются. Проходит какое-то время, но обрабатывается не моментально, не как банковский перевод. И вот тут вот вскрывается такой важный момент. Перевод обрабатывают частные майнеры. То есть вы, имея компьютер, ну, телефон все-таки он слабый, он маломощный. Вот имея компьютер, в принципе, теоретически вы можете запустить специальную программку, которая будет обрабатывать транзакции. То есть что это значит? Это значит, что если вы своему другу, допустим, вот на этот номер кошелька, вот как многие по номеру телефона переводят деньги в Сбербанке или в других банках, вот так же вот в приложении специально вставляем вот этот код, который друг нам отправляет. Мы вводим один биткоин, нажимаем отправить, и в сеть уходит запрос на то, что вот у вас есть кошелек, с такого-то кошелька нужно списать один биткоин, вот на такой-то кошелек, соответственно, его нужно зачислить. И майнеры, так называемые люди, ну, вернее, компьютеры, машины, да, которые обрабатывают эти транзакции, они проверяют, есть ли у вас эти деньги, если есть у вас, соответственно, они списываются и отправляются вот на этот, кошелек, после чего сеть, другие майнеры одобряют эту транзакцию, принимают ее, ну, и, собственно, она в итоге, в конечном записывается навсегда в общий блокчейн, а блокчейн это, ну, такая программка, можно сказать, которая установлена у всех, и все одновременно видят все транзакции. Получается, что, конечно, никто не знает, что вот ваш друг, Олег его, допустим, зовут, владелец этого кошелька, этого не знает никто, но если вдруг это вскроется, по номеру этого кошелька можно получить будет вообще все переводы за все время существования этого кошелька, можно проверить, кому Олег отправлял деньги, от кого он их получал, ну, естественно, вот, транзакции, они тут за все время отображаются, ну, естественно, мы не знаем, кто стоит за вот этими вот всеми кошельками, вот они все, набор цифр, букв, если Олег нам не сознается, конечно. Вот, и что получается? Получается, что в случае с банком, да, вот чем отличается биткоин от банка? В случае с банком у нас есть один эмитент, вот, допустим, это Тинькофф, или, допустим, это Сбербанк, эмитент карты, и у нас могут заморозить счет, у нас могут списать там комиссию какую-то, то есть наши деньги хранятся в банке. В случае, если мы храним деньги в биткоине, они у нас просто лежат на кошельке, и они принадлежат нам, то есть они не хранятся ни в каком банке фактически, то есть они просто есть, вот этот один биткоин лежит, и вот эта циферка на кошельке, и все знают, что он у вас есть, никто у вас его не наберет, никто у вас его не заморозит, только если вы физически как-то не потеряете доступ к кошельку. Вот это вот важный момент, важный нюанс. И фактически что получается? У нас есть, сейчас поддерживается 18,5 миллионов биткоинов, всего суммарно в сети, всего их будет 21 миллион, и люди, которые держат вот эти 18 миллионов биткоинов, ну все могут посмотреть их кошельки, их счета, найти вот в этом вот блокчейне, в этом приложении. И если у кого-то лежит, допустим, тысяча биткоинов, а биткоин стоит, простите, на минуточку на момент записи видео, 18 тысяч долларов, это будет, ну, 18 миллионов долларов. Одно дело, когда ты хранишь 18 миллионов долларов на банковском счете, а потом возникает вопрос, а оказывается, ты там с них налоги не заплатили, оказывается, откуда-то у тебя взялись из непонятных каких-то махинаций, у тебя эти деньги могут отобрать, заморозить, здесь у тебя их не заморозит никто. Вот много мошенников, много преступности вот происходит в криптовалюте, поскольку эти деньги, ну, потом просто уходят, и непонятно, куда они уходят, то есть просто забрали у вас деньги, если вы попались в лапу мошенников, поэтому нужно быть очень аккуратным, осторожным. На этом рынке происходит много таких вот штук. И обратите внимание, я сказал, что сейчас, допустимо, 18,5 миллионов биткоинов, всего их будет 21 миллион. Откуда они берутся? Их выдают майнерам. То есть майнеры — это те компьютеры, которые обрабатывают транзакции в сети и одобряют переводы. Они получают комиссию с каждой транзакции, то есть вот друг другу отправили 200 тысяч рублей, допустим, какую-то комиссию там заплатили. Ну, или по трифу вам комиссия не предусмотрена, ну, вы там раз в месяц 60 рублей платите, например. Здесь вот тоже фиксированная комиссия, и вы определяете ее сами, можно отправить хоть без комиссии, но просто чем больше вы отправите комиссии при переводе, тем, чем больше вы введете комиссии, тем быстрее, соответственно, дойдет перевод. Он может дойти практически моментально, в принципе, теоретически, но там придется повышенную комиссию заплатить. Вот, обычно они доходят, ну, там, в зависимости от загруженности сети, от количества транзакций, которые поступают, ну, минут 15 в среднем оно дойдет без проблем. Конечно, никак в банке не по одному клику, но есть другие криптовалюты, которые практически моментально доходят, или вообще без комиссии. Это тема немножко другая, мы сегодня говорим именно про биткоин. И что вот такое майнер, да, хотел рассказать в двух словах. Это компьютер, на который скачана программка специально, ну, вот по типу банковского приложения, можно так сказать, и которая одобряет, ну, настроена, нацелена на одобрение транзакций, и работает таким образом, что компьютер тратит вычислительную мощность. То есть, чем мощнее компьютер, тем он больший вес имеет в общей сети. То есть, приложение установлено на сотнях тысячах компьютеров по всему миру, и все эти сотни тысяч компьютеров, они как большие такие сервера, мощные, они в общую, так скажем, сеть мощность свою отдают. И чем больше мощность у вашего конкретного компьютера относительно общей вычислительной мощности, тем вероятнее, что именно вы обработаете транзакцию. То есть, вот есть условная мощность 100% общей сети во всем мире, на всей планете, и туда отправляются в эту сеть какие-то заявки, транзакции, какие-то люди совершают платежи, и какие-то случайные там машины, какие-то случайные компьютеры одобряют какие-то транзакции, и вероятность одобрения больше, если мощность ваша в доле от общей сети выше. То есть, если, допустим, у вас компьютер супермощный, который половину генерирует всей мощности всего мира, ну, вы половину транзакций обрабатывать и будете, а половина транзакций всего мира — это довольно большой поток биткоинов, ну, и вы хорошую комиссию будете получать. То есть, майнеры вот зарабатывают с этого, плюс за каждую одобренную транзакцию, да, ну, если быть точнее, они там в блоке соединяются, то есть не отдельно транзакции, а они как-то компонуются, можно так сказать. Вот, и за каждую такую вот компоновку транзакций, за подтверждение еще и биткоины выплачиваются сверху, то есть, процент комиссии и биткоины сверху, но только до тех пор, пока не наберется 21 миллион биткоинов, не выпустится суммарно, дальше будет только комиссия. Вот, это в двух словах, как работает биткоин и его особенности. Тут возникают тоже такие важные моменты, что если у вас, допустим, потерялся пароль от банковского приложения, без проблем он восстанавливается. Но в случае с криптовалютой эта штука децентрализованная, то есть нету кого-то, где хранятся ваши пароли. Пароль только вы храните. Потеряли, но все, извините, у вас доступа к кошельку больше нет, поэтому эта штука ответственная. Вот, как я сказал в начале видео, я в целом этой штукой не пользуюсь, кроме как для торговли. То есть я храню на биржах, а биржа это уже, ну, такая компания, которая хранит нашу крипту. То есть там без проблем тоже пароль забыл, но как в банковском приложении можно там восстановить, без проблем. Но в этом случае криптовалюту, которую мы на биржу закидываем, все-таки она биржа будет принадлежать не нам до тех пор, пока мы не выведем физически. Физическая циферка у нас будет на счету биржевом, но пока мы ее не вывели, фактически физических биткоинов у нас никаких нету. Они просто как циферка у нас лежат на счету. Вот это важно понимать, потому что были в истории случаи, когда у биржи были проблемы, биржа банкротилась, и потом криптовалюту люди свою не видели больше. А в случае, если у вас она лежит на своем счету, на своем кошельке, и если вас не обокрали, если вы не потеряли пароль, не забыли его, у вас никто эту криптовалюту не отберет. Ну и забегая тоже немножко вперед, мы сегодня в двух словах разобрали, что такое биткоин, пара его особенностей. И в двух словах совсем кратко, как он работает, скажу, что криптовалют, кроме биткоина, еще довольно много. То есть, в теории, каждый из вас может свою криптовалюту создать на базе какой-то другой, но она просто не будет пользоваться спросом никаким. Ну а вообще, таких известных, ликвидных, ну то есть, где деньги вертятся большие. Криптовалют тоже довольно много. Вообще, вот раньше тут было, до обновления этого сайта, тут была цифра, сколько вообще криптовалют. Суммарно существует, вот здесь, наверное, где-то 8000 криптовалют. Раньше было, я помню, смотрел, когда каждый день заходил на этот сайт, искал какие-то интересные монетки, когда я работаю немножко по-другому, не как сейчас работаю, когда я каждый день вот смотрел, какие криптовалюты там, где сейчас находятся, какие-то новые монетки искал. Их было вообще 2-3 тысячи. Вот сейчас их вообще 8 тысяч. Ну, я потом понял, что это бесполезно, бессмысленно. Нужно брать только самые известные, самые топовые. Вот с ними я работаю, с ними мы будем, в принципе, работать в рамках этого обучения. Вот, может быть, вы слышали. Биткоин, эфириум, XRP, тизер, лайткоин, биткоин кэш, чейнлинк, кардана, полька, дот, не знаю, кстати, что это за криптовалюта. Не видел я раньше тут, поднялась вот в топ-9. Биткоин кэш, а, нет, тут бинанскоин. Биткоин кэш у нас был? Да, биткоин кэш у нас был. Ну, и вот там с топ-11 тоже можно посмотреть, почитать. Это у нас CoinMarketCap, обзор сервиса тоже сделаю в блоке с сервисами. В двух словах разобрали, что такое биткоин, и впоследствии поймем, почему это важный момент, важный нюанс, от которого будет зависеть наше решение. Ну, фактически это весь фундаментал, то есть все, что нужно фундаментально знать про криптовалюту, я рассказал в этом коротком видеоролике. Можно копаться поглубже, можно смотреть, как работают майнеры, как работает майнинг, можно вот в это углубиться, но в целом, вот это весь фундаментал. Если вы бы изучали, допустим, инвестиции на фондовом рынке акций американских компаний, там было бы очень много информации, которую нужно было бы учить годами, скорее всего. Здесь фактически фундаментал-то и отсутствует, поскольку биткоин это просто монетка, это просто циферка, как у вас рубли вот лежат, так вот у вас могут лежать и биткоины, просто они децентрализованы, то есть нету центрального какого-то того же эмитента. Приложения, которые установлены у вас, блокчейн, который установлен у вас на компьютере, и блокчейн, который установлен у вашего соседа, фактически, Вот эти вот приложения, эти центры, вот они являются частью общей сети И как будто у вас на компьютере стоит сервер какого-то банковского приложения Вот то же самое, в принципе, такая же логика Вот и каждый отвечает за свои деньги, за свои средства Это криптовалюта